В какие страны предпочитают инвестировать россияне в 2023 году? Кредиты становятся все дороже и недоступнее. Каким будет курс доллара в 2026? Пришел ли конец льготной ипотеке? Роберт Кийосаки предупредил об обвале рынка акций. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Начнем с российского фондового рынка. Мосбиржа после длительного подъема споткнулась и немного упала. Правда, в пятницу начала отрастать. Посмотрим, как сработает эта неделя. Ну а в целом для тех, кто смотрит на российский фондовый рынок, акции несколько подешевели. При этом многие выглядят пока весьма привлекательны. Поэтому это скорее для тех, кто на этот рынок, повторюсь, смотрит, это возможность прикупить те же акции по более низким ценам. Но и быть готовым, конечно, к американским горкам на российском фондовом рынке тут без этого никак. Америка вместе с этим тоже продолжает валиться. У них свои, эти самые американские горки, откатились на несколько месяцев назад. А нефть на высоких уровнях, как и доллар, и это большая поддержка для российского фондового рынка. Ну а биткоин практически без изменений на плато около 26 тысяч долларов. Переходим к новостям. Названы топ-10 самых популярных для покупки жилья у россиян в 2023 году стран. На первом месте Эмираты, ну и, собственно, Дубай-город. Около 12% доля по заявкам в январе-августе 2023 года. На втором месте почему-то Греция, потом Турция, Испания, Таиланд, Грузия, Франция, Кипр, Италия, Индонезия. Вот такая последовательность. Ну, к слову, я уже ранее говорил о том, что с точки зрения инвестиций, если вы не собираетесь там жить, то 10 раз подумайте прежде, чем покупать недвижимость за рубежом. Рисков очень много проблем. Много, как правило, ЖКХ местные в совокупности с налогами оказываются намного выше, чем обещают риэлторы. И прибыль реальная остается очень-очень небольшой для тех, кто планирует сдавать в аренду жилье. А с точки зрения перепродажи недвижимости, как правило, продавать на вторичном рынке недвижимость за рубежом очень и очень сложно. И в основном это превращается в большую проблему. Федеральная резервная система США решила сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5.25-5.5%, а опять 5.25. А при этом они говорят, что вроде бы их прогнозы несколько улучшаются, а в частности рост экономики ожидается больше, чем прогнозировалось ранее. Инфляция к концу года тоже несколько выше будет в Америке. В общем, конца проблем с инфляцией пока еще не очень-то видно. Опасения по поводу ставок спровоцировали самый крупный отток акций в этом году. Инвесторы в ускоренном темпе избавляются от акций, имеется в виду американские международные рынки, и не то, чтобы люди, продававшие акции, зашивали деньги в матрас или покупали гречку. Нет, просто облигации на фоне высоких ставок ФРС США стали гораздо более привлекательными, поскольку по ним можно получить хорошую интересную фиксированную доходность, гарантированную с высокой степенью вероятности. А в отличие от акций, для которых, наоборот, высокие процентные ставки – это проблема, потому что кредиты становятся дороже, компаниям все сложнее обслуживать действующие кредиты, их расходы растут, прибыль падает. А вот Центральный банк Турции принял решение повысить ключевую процентную ставку с 25 до 30%. Ставка уже становится в Турции больше похожа на ставку микрофинансовой организации рядом с остановкой электрички. Но, тем не менее, это решение Центрального банка Турции. Любители пощекотать себе нервы могут открыть вклад в лирах. Пока там хорошая доходность, но и обвалиться может о-гу-гу как дальше, поскольку за последние пять лет турецкая валюта упала в цене на 78% по отношению к доллару США. Греф ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в ближайшие полгода. Да, я ожидаю, сказал Греф. Вот так буквально и сказал. Отвечая на вопрос, по-прежнему ли он ждет, что в ближайшие полгода смягчится денежно-кредитная политика. То есть начнут снижаться ставки Центрального банка. Вот такой емкий лаконичный ответ. Путин поручил перейти к экономике высоких зарплат. В горизонте текущего десятилетия надо поднимать всем зарплаты. В горизонте текущего десятилетия надо поднимать зарплаты. Это важнейший ориентир для всех уровней власти. Осталось только, чтобы чиновники правильно услышали посыл, а то просто поднимут себе зарплату и выполнят поручение. Еврокомиссия в октябре рекомендует начать процесс вступления Украины в Евросоюз. Займет этот процесс не менее 10 лет, так что это не быстрое дело. А сейчас короткая реклама. Спасибо, что продолжаете нас смотреть. Это помогает развитию канала. Продолжаю рассказывать о моих инвестициях через инвестиционную платформу Jetland, которая входит в реестр Центрального банка. В текущий момент доходность около 15% годовых. У меня подключена стратегия автоинвестирования агрессивная. То есть система автоматически свободные деньги распределяет в новые инвестиции, новые займы новым бизнесом. И делает это по широкому кругу компаний. Таким образом, у меня в портфеле есть сотни компаний-заемщиков, которые обеспечивают мне мою инвестиционную доходность. И в этом плане я не пытаюсь лично обогнать рынок, а просто пытаюсь распределить вложения по широкому кругу компании, чтобы снизить свои риски и иметь в среднем достаточно хорошую доходность. Кстати, по ссылке под этим видео можно получить бонус плюс 8% годовых доходностей сроком на один месяц. Эксперты предложили меры для улучшения жизни пенсионеров в России. Предлагают не только индексировать им пенсии, но и альтернативные меры поддержки реализовывать. Например, бесплатные товары в магазинах, социальные рынки и разделы на маркетплейсах, а также электронные сертификаты на товары. Ведь всем известно, что пенсионеры любители всех электронных вещей, но будем надеяться, что разберутся. И вот таким образом высвободили 10-20% расходов на товары повседневного спроса для пенсионеров пытаются. На мой взгляд, история несколько сложновато выглядит, но, может быть, как-то и сработает. Правительство определило сроки внедрения биометрии в московском метро и в магазинах. Плата за проезд и оплата товаров и услуг с помощью биометрии станут доступны уже с 1 декабря совсем скоро. Воспользоваться смогут граждане, чьи данные поступили в единую биометрическую систему. Так что, наконец, вскоре сможем говорить на кассе «пробейте мне по лицу». Главное, чтобы кассир правильно вас понял. К слову, я уже пробовал так сделать. В некоторых супермаркетах стоят кассы с Face ID, которые тебя распознают, и Сбер сам у тебя со счета деньги списывает. Россияне усвоили новые геополитические ориентиры. Более половины россиян считают, что будущий президент России, который будет избран на выборах 2024 года, какая интрига, кто бы это мог быть, должен выстраивать дружественные отношения с Китаем. Предполагаю, что во фразе «будущий президент» слово «будущий» личнее написали. На втором и третьем месте страны Африки и Центральной Азии, но в списке потенциальных союзников нашлось место и ныне недружественным Евросоюзу Украины и США. При этом дружить с Китаем хотят люди всех возрастов, в сторону Европы и США чаще смотрят молодежь, а к Украине лучше относятся женщины. Авито вышло на Яндекс.Маркет, чтобы использовать его пункты выдачи. После банкротства «Пикпоинт», с которым плотно работала Авито, им приходится искать замену. Теперь они хотят начать партнериться с Яндекс.Маркетом, чтобы использовать его более чем 8000 пунктов выдачи для обработки заказов. Но, правда, эксперты видят в этом риски для Яндекс.Маркета, поскольку они начинают, по сути, раскачивать конкурента Авито. Хотя в целом пункты выдачи – штука очень удобная. Напишите, пожалуйста, пользуетесь ли и насколько для вас это комфортно и удобно задействовать данный сервис. Нефть дорожает, а бензин дешевее. Все больше у нас современных российских парадоксов. Цена бензина 92-го и 95-го на товарно-сырьевой биржи после вступления в силу временного запрета экспорта топлива снизилась примерно на 10%. Хотя мировые цены на нефть после ограничения на экспорт России бензина и дизеля несколько подросли. Посмотрим, докатится ли это до автозаправок. Скорее всего, так на бирже и останутся сниженные цены, а заправки снижать не будут. Но если вы в последнее время заправлялись, напишите, пожалуйста, вдруг действительно цены поползли вниз на бензин. Кредиты становятся все дороже и недоступнее. Сбер опять задал тренд, подняв ставку по своим кредитам на полупроцентного пункта. Вслед за ним и другие банки готовят менять условия по своим программам. И постепенно что потреб кредиты, что ипотечные кредиты становятся все менее и менее доступны, поскольку начинают дорожать. Роберт Киасаки в очередной раз порадовал нас прогнозом обвала рынка акций. По его словам, Америка разорена, инвесторам стоит вложиться в защитные активы, пока акции, облигации и рынок недвижимости не рухнули, а люди не бросились покупать золото, серебро и биткоин. Но справедливости ради, хоть я с очень большим уважением и благодарностью отношусь к Киасаке за его книгу «На богатый папа, бедный папа», для меня она стала такой важной вехой в моем развитии как инвестора. А то, что касается его прогнозов, уже в интернет ходит график, где собрали его прогнозы об обвале фондового рынка, в какой момент они делались. Это уже для него становится такой регулярной традицией с периодичностью хотя бы раз в год прогнозировать обвал рынка акций. Когда ты каждый год в течение многих лет прогнозируешь обвал, рано или поздно, скорее всего, окажешься прав. Банки за 8 месяцев 2023 года заработали сумму, эквивалентную объему прибыли за весь 2021 год. В большой степени из-за переоценки иностранной валюты на фоне ослабления рубля в июле-августе. Так что банки, очень вероятно, получат хорошую прибыль. Для тех, кто на фондовом рынке покупает акции каких-то российских банков, видимо, будет весьма неплохая инвестиция. Санкции стимулируют развитие России, заявил президент Путин. Да, они нас тормозят, цитирую президент, где-то заставляют ранее принятые решения переносить. Но, тем не менее, появляются новые компетенции, появляются новые возможности. В общем, всем сотрудникам Еврокомиссии предлагают дать госнаграды за вклад в развитие российской экономики. Но, справедливости ради, опять же, действительно много где начали шевелиться, начали заменять чужое на плюс-минус наше. Например, великолепный автомобиль «Москвич», русско-китайский, который хотя бы начали уже собирать в России. Что, в общем-то, уже большой шаг вперед. Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготную ипотеку и поднял минимальные ставки. Теперь программам господдержки будет 8%, семейная ипотека – 6% вместо 5,3%. Айтишная ипотека подорожает, первый взнос вырос до 20% и потихонечку гайки закручивают относительно ипотек. А мы на нашем канале провели собственный опрос. Каков, на ваш взгляд, реальная инфляция в России за последний год? Проголосовало около 6 тысяч человек, и большинство почему-то не верит Росстату. Росстату с его цифрой около 7% официальной инфляции верит только 3%, совпадает мнение. А 41% считает почему-то 20-30% инфляции. Ну, скорее всего, 97% людей заблуждается, а вот оставшиеся 3% вместе с Росстатом правы. Вряд ли же может быть как-то иначе. Ну а Минэкономразвитие дало прогноз на курс доллара на 2024-2026 годы. По их мнению, с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала, новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рублей за 1 доллар, сказал министр решетников. Будем ждать, надеяться и верить, хотя кто его знает, хоть и уважаемый человек-министр, но может быть тоже шутит. На этом на сегодня все. Всем удачи, успешных инвестиций, хорошей недели. С вами был Николай Мрачковский. Друзья, некоторое время назад мы запустили онлайн-инвестиционный клуб «Финанс-1». Что это такое? Во-первых, это сообщество. Это возможность общаться с единомышленниками в инвестиционной сфере. Это возможность получать ответы на ваши вопросы. Это возможность учиться у ваших товарищей. Инвест-клуб – это также обучающий курс, который я для вас подготовил. Он называется «Путь инвестора». 25 модулей, где мы последовательно проходим все основные инвестиционные стратегии и инструменты, которые вам могут понадобиться. Начиная с самых азов и заканчивая более сложными материалами. Это также аналитика по фондовому рынку, которую мы готовим еженедельно по дивидендным акциям. Это регулярный обзор инвестиционных трендов, который я делаю по основным инвест-стратегиям для членов клуба. Это отдельные вебинары с ответами на ваши вопросы от меня. Это также отзывы об основных инвест-стратегиях от реальных инвесторов, на которые можно опираться с ними, можно связаться, расспросить, как что работает. Это также вебинары с другими инвесторами на важные темы. Это закрытый чат, где вы всегда можете задать свои вопросы, получить ответы. Это живые встречи для членов клуба и сейчас мы запускаем программы, обучающие для детей членов клуба. Это также более выгодные инвестиционные предложения, которые мы стараемся делать за счет эффекта масштаба, что объединившись в клуб мы выступаем как оптовик и где-то можем получить заметно более чуть-чуть, а где-то и заметно более выгодные условия. Если для вас это актуально и интересно, ниже под видео ссылка пройдите, узнайте детали. Жду вас.